Ну, то, что мы открываем эту табличку сегодня, это вообще очень символическая история, потому что 30 октября – День памяти жертв политических репрессий. И у нас есть решение правительства Российской Федерации об вековечении памяти жертв политических репрессий. Поэтому нам хотелось приурочить это событие ровно к сегодняшнему дню. Это первая табличка во Владивостоке. Вообще проект «Последний адрес» – это широкая общественная инициатива, которая существует в нашей стране с 2014 года. И уже по стране стоит более чем 1200 различных табличек. И я знаю, насколько я могу судить, более 2000 еще в работе. Но вот мы, поскольку Маргарита Николаевна как-то в прошлом году у нас не очень была героиней наших сюжетов, мы больше говорили про Арсеньева, хотя у нее тоже был юбилей и 130 лет со дня рождения. И в этом году так случилось, как-то совпало, что вот на прошлой неделе буквально мы приобрели большой архив Маргариты, который пришел из Москвы. И вот сегодня такая вот хорошая история, когда мы можем почтить ее память. И ровно в этот день. Это действительно для нее последний адрес. Это история про то, что все таблички стандартные. Это работа прекрасного скульптора Александра Бродского, одного из самых известных российских скульпторов. Очень здорово, что он… Архитекторов, простите. Очень здорово, что он взял под свой патронаж эту историю, он разработал эту табличку. Она стандартных размеров, она размером с почтовую открытку, в ней вырезанный квадрат, который символизирует фотографию, которой нет. Потому что это история про то, как был вычеркнут человек из жизни. Знаете, вот у Ивана Елагина есть такое стихотворение о том, как был изъят гражданин из жизни. Это ровно сюжет про это. И там очень скупые данные о человеке, о том, когда он родился, когда он умер. И когда был арестован, и поскольку это был последний адрес для Маргариты Николаевны, из этого дома ее забрали, и она уже была расстреляна, и жизнь ее вот так прервалась. Поэтому вот мы сочли, что такая табличка будет очень уместна, и сегодня хотим ее открыть.